Новые требования, свежие требования, появились новые военно-учетные специальности. Сейчас очень востребованы операторы дронов, очень востребованы связисты, причем системы связи, цифровые системы связи, да, совершенно. Люди, которые способны налаживать и вести работу с системами управления огнем и войсками. То есть вот сейчас вот люди, которые, это по существу айтишники, технологии. Чего ты там, Пашка Иванов? В интернете работаешь? Ну, то есть в компьютере, в принципе, разбираешься. Отлично, берем. На полном серьезе сейчас, на федеральном телевидении, людей готовят к тому, что, в принципе, вы понимаете, сейчас, по идее, мобилизуются люди с востребованными военно-учетными специальностями. Но, например, операторов дронов нет такой профессии, нет такого специального образования. Это не механик, не дизитилист, не ракетные войска, не-не-не, такого еще нет. Поэтому, в принципе, любой айтишник, любой айтишник сгодится. Понятно, что у него не будет опыта боевых действий. Те, кто воевал, например, в Чеченскую войну, они тогда еще не были так распространены компьютеры, а каких-то дронов, квадрокоптеров, беспилотников вообще было не сыскать. Поэтому, пожалуйста, друзья, готовьтесь, готовьтесь. Я уже морально думаю, что, может быть, придет повестка и ко мне, несмотря на то, что я в армии не служил. Напоминаю, кто пропустил наши вчерашние, позавчерашние ролики, они не потеряли актуальности, рекомендую подписаться и следить за каждым выпуском. Новостей бешеное количество. Например, надо учесть, что по решению чиновников наших, судя по всему, в Москве и Питере призыв будет лайтовый, чтобы в столицах протестные настроения не возревали, а в глубинке будет делаться, как обычно, палочная система, вот эта вот вся херобура, которую, простите, мы наблюдаем все эти дни. Кто не в курсе, подписывайтесь на нас в Телеграме. Повторяется история, как это было все во времена пандемии. Сначала можно было говорить, прошло полтора месяца, гайки закрутили, нельзя было слово пискнуть по поводу того, что тебе что-то не нравится. За прошлый год мой канал был в блокировке два с половиной месяца. Я не удивлюсь, если сейчас за высказывание просто даже не отношения своего, а донесение правдивой информации запрещено. Обязательно подписывайтесь на Телеграм. В Телеграме пока что относительно спокойно. Источник рассказал о первом, друзья, самоубийстве после получения мобилизационной повестки в Сергеевом посаде в 16.48 в доме 68 на улице У. Громовой был обнаружен с огнестрельным ранением 33-летний Сергей Новиков. Практически мой ровесник. Он скончался до прибытия скорой. Родственники сообщили, что накануне мужчина получил повестку с вызовом в военкомат и сильно переживал. Вторая история. Информационное сообщение о факте самовольного оставления воинской части с оружием, совершенным военнослужащим вооруженных сил РФ. В 16.20.23.09. Дезертир. В Белгородской области из воинской части сбежал уроженец Москвы Виктор Перегибский. Один с собой покончил. Второй с автоматом сбежал из воинской части. Мобилизация пошла по плану, Владимир Владимирович, или все-таки есть какие-то шероховатости? А что такое происходит? Вот мне интересно, вот очень интересно, знать, о чем сейчас думает главнокомандующий наш Бравый. Он вообще думает о том, что были какие-то ошибки допущены, что надо что-то менять. Я говорю в глобальном, в стратегическом ключе. Путин подписал те самые поправки к законам о военной службе. Срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен, до 15 лет за мародерство, до 3 лет за отказ участвовать в боевых действиях, до 10 лет за дезертирство и неявку военнослужащих на службу по призыву. То есть если вы просто не явились в военкомат, это уже до 10 лет, если вы злостный уклонист. Срок до 8 лет за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу. Срок за неявку или самовольное оставление места службы наравне с контрактниками для призванных на военные сборы. А вот эти вот поправки, они как? Они вообще на кого должны повлиять и в какую сторону? Если люди готовы даже пулю себе в лоб пустить, прошу прощения, чтобы не идти служить. Ну вот, Владимир Владимирович, это ваша страна. Вы здесь президент, 23 года. И не надо рассказывать, что в этом виноваты какие-то Навальные, Платошкины, Зюгановы или кого там еще можно приплести. За 23 года руководство страной можно было наделать что угодно. Вот они результаты. Вот это реальные результаты. Нет, слава богу, у нас есть люди там и сознательные, и все дела. И мы к панике, и к дезертирству не призываем. Но меня эти новости, честно говоря, шокируют, выбивают из колеи. Вы в конце поймете, к чему я клоню. Спасибо Пескову. Умеет расставить точки над ЙО. Очередная попытка поджога военкомата. На этот раз в Каннске, Красноярский край. Возгорание произошло в здании на улице. Кура стелево около часа ночи по местному времени. Это вообще традиция. Полгода это по всей стране продолжается. До сих пор нет никакой официальной позиции. Что же это такое? Очередная попытка сжечь военкомат. В городе Свободном Амурской области кто-то метнул коктейль Молотова в здание городского военкомата. И вчера, и позавчера мы такие случаи слышали, разбирали. Финская таможня зафиксировала резкий рост числа въехавших россиян за последние два дня. Почти 16 тысяч человек. Министр иностранных дел Финляндии объявил, что правительство приняло принципиальное решение закрыть въезд российским туристам и ограничить выдачу виз. Евросоюз, вот эта вот Свободная Левропа, в гробу видала тех, кто не хочет воевать. Вот это вот приветик либералам нашим, которые кричат, что Европа это светлость демократии. И то, что весь мир ждет, чтобы остановились боевые действия. Весь мир ждет заработать бабла на скачках цен на энергоносители, на продовольствие и удобрение, на курсах валют сыграть, на акциях сыграть, на поставках вооружений. Захопать российское имущество, которое оказалось за рубежом, спасибо Силуанову и Набиулиной. Захопать деньги, которые будут выделяться на восстановление Украины. Это ж бешеные бабки. Какая нахрен демократия? Очнитесь. В Израиле идет срочное межминистерское обсуждение, посвященное водросшей эмиграции из России. В нем участвует Министерство Алии иностранных дел финансов, высокопоставленные лица натива еврейского агентства. В настоящее время ведется обсуждение о дополнительных бюджетных вливаниях. Десятки тысяч новых мигрантов принимает Израиль. Вы думаете, им это невыгодно? Вы думаете, им это неинтересно? 22 сентября, по данным Центробанка, россияне сняли 132 миллиарда рублей наличными. Это не рекорд года, 25 февраля, когда люди сняли почти полтора триллиона рублей. Но с 4 марта таких снятий наличности еще не было. То есть за полгода это рекорд. Знаете ли вы, что при мобилизации изъятию подлежат грузовые автомобили и джипы, спрашивает Никита Кричевский. Нет-нет, у физических лиц начнут забирать при всеобщей мобилизации, то есть пока что не начнут. А вот при частичной, то есть уже сейчас, вполне могут изымать грузовики и фургоны у юридических лиц. А теперь вдумайтесь. Сегодня задал вопрос лизингодателю. Что делать его клиентам в случае, если у них хотят конфисковать автомобиль? Его надо сжечь. Автомобиль в лизинге проще сжечь. Тогда сработает страховка и не надо будет выплачивать остаток платежа. Если у вас автомобиль конфискуют на нужды армии, вы будете платить, автомобиля у вас нет. Ну, например, вы взяли в аренду газельку, развозите молоко по разным универмагам, у вас его забирают, чтобы боеприпасы или еще что-то возить на фронт. А вы должны платить дальше. Сколько стоит лизинг газельки за месяц? 100 тысяч, 50, 100, 200, не знаю. Но сумма ощутимая. И вы должны платить дальше. У вас нет средства производства, у вас его изъяли, но это никого не колышет. Государство об этом что-то думает. И вот, например, Песков. Наш правдолюбец, правдоруб за словом в карман не лезет. Сейчас нет дефицита в разъяснениях. Помогите мне в комментариях, напишите пару слов Пескову. Вам все понятно в том, что происходит? Вы чувствуете себя в своей тарелке, в безопасности? Вокруг вас, ваши родственники, друзья, коллеги, ни у кого истерики не наблюдается? Беспокойный сон? Вообще непонимание? Вот человек, если он пойдет по повестке, его просто на убой отправит или он реально какую-то пользу успеет принести? Фельдшером, на оборонном предприятии, на складах, на обеспечении, там, на чистке картошки? Или человек, который ни разу в жизни не держал в руках автомат, пойдет штурмовать укрепление, которое 8 лет строили, спасибо Минским соглашениям? Друзья, мы наблюдаем факт самого настоящего предательства. И меня очень радует, что ура патриоты, охранители, все недовольны тем, что происходит. Даже те люди, кто понимает, что да, бой, нацизму надо дать, все дела. Вот то, что происходит сейчас, коснулось всех. Представитель Кремля говорит, а все нормально, нет дефицитов в разъяснях, вам все объяснили. Ау, Дмитрий Сергеевич, депутаты говорят одно, сенаторы говорят другое, Минобороны говорят третье, в военкомате скажут четвертое, в генштабе вообще пятое. Все нормально у нас, а когда это пересказывают еще журналисты, вот тогда точно черт ногу сломит. Знаете, что они придумали вместо настоящей работы с информацией? Креативщики заплатили блогерам, некая Екатерина Исаева пишет, тут вот еще Галинка Войнова пишет, Анна Белозерова пишет один и тот же примерно текст. Вы могли бы наесться одной палочкой картошки фри из целой пачки? Думаю, что нет. Видите, как мал, один процент большой женской косметички. Одна мармеладка это много? Это один процент от пачки мармелада. К чему это говорят девушки? К тому, что боятся того, что если один процент мужиков сгинет на фронте, так это ничего страшного. Еще раз из бюджета. Наши с вами деньги выделены. Не чтобы разъяснить людям, дать реальные ответы на все вопросы, как это так, бешеное количество историй просачивается в интернет, когда людей за 60 лет призывают, инвалидов, многодетных отцов, людей, которые никогда не служили. На федеральном телевидении они рассказывают, ну и что, что не было опыта никакого. Ты же программист и айтишник, ты с компьютером нормально обращаешься? Ты нужен своей стране? Мобилизуем. Кадыров высказался вразумительнее многих. Кадыров сказал, ребята, у нас 5 миллионов силовиков. ФСБшников, синовцев, следователей, прокуроров и так далее. Давайте мы половину отправим на фронт. 2,5 миллиона армия. Люди, которые проходят проверку, медкомиссию регулярную. У них есть физподготовка обязательная. Они умеют хотя бы обращаться с оружием. Хоть как-то, хоть, ну, я, например, вообще не умею. Я из пневматического пистолета раз 3-4 ходил в тир. Все. Кадыров говорит разумные вещи, дожили, больше некому. Вот все, все, что есть, хуже, чем Кадыров в государственном нашем управлении, в государственной системе. Оппозиции вообще не существует. Оппозиция вообще ничего не может. Это давно понятно. И вот сейчас за что боролись, за то и напоролись. Бурятов, калмыков, тувинцев и другие национальные меньшинства в России использовали как пушечное мясо на Украине, заявил бывший президент Монголии Цахиайгин Элбэгдордж. Он призвал представителей этих и других народов ехать в Монголию, где их примут с распростертыми объятиями. Еще раз. Бывший президент Монголии заявил, что Россия осуществляет геноцид против собственного населения. Что наши боевые буряты, которые проливают кровь за нашу общую родину, которые гордость нашей страны, низкий поклон и мы благодарны за их помощь. Очень эффективные, оказывается, боевые подразделения наряду с Вагнером, наряду с некоторыми другими людьми, с народной милицией ДНР, которая сражается за свою родину уже все эти 8 лет. ВДВшники, например, ну я уже делал об этом ролике, ВДВшники очень слабо себя показали. Опозорились. Понтов много, эффективность нижайшая. А теперь говорят, а это вы геноцид устроили, путиноиды. Управление мусульман Узбекистана издало фетву, запрещающую узбекистанцам участвовать в конфликте между Россией и Украиной. В управлении подчеркнули, что на самом деле мусульманину не позволено участвовать ни в каких военных действиях, кроме защиты своей родины. Подождите, если мы говорим о том, что в российскую армию будут призываться мигранты, которые хотят стать гражданами России, те самые мусульмане, которые хотят, чтобы Россия стала их родиной, ну в этом есть логика. А зачем мы продолжаем поддерживать отношения с Узбекистаном, помогаем Узбекистану, деньги выделяем? Если они вот так себя ведут, так реагируют. Толкователь отмечает, самая привилегированная группа россиян, гастарбайтеры Средней Азии, их точно не возьмут на фронт. Плюс открываются большие перспективы в работе. Для работодателей это тоже теперь самые привилегированные работники. С ними не нарушится технологический процесс. То есть работает какой-нибудь Вася Васильев, его взяли на фронт. Кому теперь работать? Надо подыскивать нового работника. А если работает Шухержон Фархунджоев, его не призовут. Будет работать, никаких проблем, никаких накладок. Хорошо придумали наши чиновники. Владимир Владимирович, лучше всех. В Улан-Удэ мобилизация распространилась повсеместно. Сегодня полицейские устроили облаву в торговом центре Альхон. Очевидцы рассказали, что зачищать начали с первого этажа. Шли наверх до четвертого, где фитнес-зал. Мужчинам и посетителям и продавцам приказывали оставаться на местах до выяснения личности. В фитнес-зале полиция заблокировала выходы по лестницам, чтобы любители спорта не смогли сбежать. Было задержано несколько человек, точное количество не сообщается. Вот это что такое? Вроде как мобилизация не должна выглядеть как облава, чтобы потом этим людям выдали в руки оружие, а потом они при первой же возможности дезертировали, куда глаза глядят. В руководстве Федерации мигрантов без энтузиазма отнеслись к инициативе члена Совета при президенте по развитию гражданского общества Кирилла Кабанова об обязательном призыве мигрантов из Центральной Азии, получивших российское гражданство меньше 10 лет назад. Вот видите как, даже те мигранты, которые уже имеют российский паспорт, которые по закону официально считают, что Россия это их родина, видите какая формулировочка, вслушайтесь в музыку, вот что Песков, что Федерация мигрантов. Без энтузиазма отнеслись к инициативе, без энтузиазма, без энтузиазма. Разберитесь, ребят, сами, мне что-то не очень хочется. Что думаете, друзья? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш телеграм, обязательно ставьте лайки. Вместе мы сел, а вместе победим. Буду держать вас в курсе всех последних новостей. Призываю вас не паниковать, но я очень надеюсь, что наше совместное возмущение будет услышано и будут предприняты, мягко говоря, будет проведена работа над ошибками. Сесть должны сотни тупоголовых чинушек. Субтитры создавал DimaTorzok